Это вечер под серебряным дождём. Дарья Гордеева. В студии ещё целый час у нас есть с вами на новости. Расскажу через пару минут о том, что телеканал NBC выяснил относительно атаки беспилотника в Москве. Но пока давайте, как и обещала, про несколько уголовных дел. Значит, есть такой человек. Виталий Кольцов. Это выпускник философского факультета РГГУ. Он 2 мая прошлого года, как писала новая газета «Европа», доступ к сайту ограничен решением Роскомнадзора, он бросил два коктейля Молотова в автозаке Росгвардии. В результате один автозак загорелся. Пожар потушили спустя полторы-две минуты. Задержали его в тот же день. 4 мая отправили под арест. Он с тех пор находился в СИЗО. И сегодня появилось сообщение, что суд присяжных в Мосгорсуде не стал признавать Виталия Кольцова виновным в посягательстве на жизнь 12 сотрудников Росгвардии. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката господина Кольцова. И вот что конкретно, прям прямая цитата адвоката по РБК. «Присяжные вынесли вердикт, который исключает виновность в посягательстве на жизнь сотрудников с целью воспрепятствовать их законной деятельности. Из обвинения осталось то, что Кольцов признавал с самого начала, а именно повреждение чужого имущества, ущерб за которое возмещен в полном объеме. Это справедливое решение, которое полностью соответствует тем действиям, которые совершил Кольцов». По статье о покушении на убийство ему грозил, как вы понимаете, пожизненный срок. По статье об умышленном поджоге автозака максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. Сам Виталий Кольцов после ареста заявил, что хотел совершить символический поджог в знак протеста. Он не пытался, по его словам, нанести кому-то вред. Сторона обвинения же настаивала о том, что мужчина пытался убить сотрудников Росгвардии, которые находились внутри автозака, и обвиняли его по статье как раз о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. И по этой статье, и еще раз, присяжные Мосгорсуда не признали вину Виталия Кольцова. Это раз. Два. Пермский краевой суд отменил сегодня штраф за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Дело было возбуждено в отношении 77-летнего пермика Виктора Гилина. Фрагмент судебного заседания опубликовал местный правозащитник Артем Файзулин у себя в телеграм-канале. По словам господина Файзулина, Виктор Гилин в декабре прошлого года вышел на пикет. У него был двусторонний плакат. Как пишет коммерсант, значит, на одной стороне была такая надпись. Версия СВО. Следствие завершения календаря народов майя и полного игнорирования новых для человечества реальностей. Орфография, пунктуация, авторы сохранены. А на другой стороне было требование губернатору Пермского края завершить СВО. Виктора Гилина задержали. Полиция составила в его отношении протокол об административном правонарушении по статье 280.3. Ленинский районный суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Виктор Гилин с решением суда не согласился. Была подана апелляция в Краевой суд. Была заказана лингвистическая экспертиза. И вот эта самая экспертиза установила, что в текстах плаката отсутствуют высказывания, в которых действия Вооруженных сил Российской Федерации характеризуются как преступные или отсутствуют высказывания, выражающие обоснование необходимости противодействия использованию Вооруженных сил Российской Федерации. Пермский краевой суд в заключении эксперта учел и пришел к выводу, что в деле нет доказательств целенаправленного осуществления господином Гилиным действий, которые были бы, могли бы быть направлены на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Плюс 7903-797-6333. Продолжим через пару минут. Друзья, из срочных новостей Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу. Отмечается в публикации, что Софью передали делегации Приморского края. Делегацию возглавляет губернатор непосредственно Олег Кожемяка. И вот что сказал губернатор при встрече с Софьей Сапегой. По нашему обращению вчера Александр Григорьевич подписал указ о помиловании. Думаю, что такой шаг имеет и для тебя значение. Он почему-то на «ты» решил обратиться к Софье Сапеге, но на самом деле это не важно. Подписано помилование. Софья поблагодарила Лукашенко за возможность вернуться домой, к маме и к своему отцу. Это все, что известно на данный момент об этом, но я, с вашего позволения, отнесу это к хорошим новостям. Плюс 7903-797-6333. Телеканал NBC со ссылкой на воск поставленного чиновника США и сотрудника Конгресса сегодня сообщил о том, что целью атаки беспилотников на Москву, имеется в виду то, что происходило 30 мая с утра, могли, говорится в сюжете телеканала NBC, могли стать дома, где живут офицеры российской службы внешней разведки. Значит, беспилотники, это материал NBC, цитата оттуда, Беспилотники поразили по крайней мере один жилой дом, связанный со службой внешней разведки. Здание принадлежало российскому государственному учреждению, имеющему контракты с воинской частью, которая, как известно, является прикрытием для службы внешней разведки, утверждает телеканал NBC. Подчеркивая, что нет достоверной информации о том, была ли в результате атаки повреждена квартира кого-либо из офицеров СВР или были ли, например, ранены ее сотрудники. Но никаких официальных комментариев относительно этого сюжета телеканала NBC не было. Минобороны сегодня заявила о том, что диверсанты имеют отношение украинские диверсанты к подрыву аммиакопровода Тольятти-Одесса. 5 июня около 21.00 по Москве в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода Тольятти-Одесса, сказано в официальном сообщении Минобороны. В результате произошедшего российские военнослужащие не пострадали, но есть раненые, отмечается, среди мирного населения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь, подчеркивают в ведомстве. Ранее в рамках обсуждения зерновой сделки Россия выдвинула требования о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти-Одесса. Это является одним из условий для дальнейшего продления этой самой зерновой сделки. При этом Киев выдвинул собственные условия для возобновления транзита российского аммиака через свою территорию. Об этом тогда писали рейтерс, отмечая, что среди условий есть такие, например, как расширение действия зерновой сделки на большее количество товаров и портов. В МИДе российском сегодня заявили о том, что для проведения ремонтных работ на поврежденном участке аммиакопровода потребуется от 1 до 3 месяцев. Выведены из строя одна из насосных станций. Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья. По предварительным оценкам на ремонтно-восстановительные работы потребуется примерно от 1 до 3 месяцев. И это, разумеется, подчеркивается в сообщении при наличии к доступу повреждения. Конец цитаты. Из следующих сообщений новой задержанной по подозрению в шпионаже в пользу Украины, на этот раз это житель Приморья, это официальная информация от Центра общественных связей ФСБ, житель Приморского края задержан. Возбуждено уголовное дело по статье госизмена. Мужчине предъявлено обвинение, его арестовали. Не приводится ни его имя, ни вообще каких-либо деталей о задержанном. Но по версии ФСБ, мужчина по заданию украинской разведки, я цитирую заявление, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края. ФСБ утверждает, что фигурант дела полностью осознавал возможность использования передаваемых данных против безопасности Российской Федерации. Есть видеозапись, которую распространила ФСБ. Там показаны кадры штурма дома подозреваемого силами спецназа. В ролике также демонстрируются бутылки с какой-то желтой жидкостью, не вставленными в горлышко запалами. По статье о госизмене на мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение. Совет Федерации на заседании сегодня проголосовал за закон, которым уточняются нормы о признании паспортов россиян недействительными. Так предусматривается передача паспорта гражданина Российской Федерации на хранение в орган, который выдал этот документ, для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную или на альтернативную гражданскую службу. Обращаю ваше внимание, что согласно этому закону загранпаспорта сдавать должны будут даже те, кто проходит альтернативную гражданскую службу. В этих случаях паспорт подлежит передаче в течение пяти рабочих дней со дня доведения до владельца паспорта решения об ограничении права гражданина Российской Федерации на выезд. Это прямая цитата из закона. Паспорт будет храниться, как сказано в том же законе, до истечения срока этого ограничения, либо истечения срока действия самого паспорта. По такой же схеме предусматривается передача на хранение паспорта уволенных с военной службы в органах ФСБ на срок до пяти лет со дня увольнения с военной службы. Порядок передачи приема учета хранения и возврата паспорта владельцу в этих случаях отдельно будет устанавливаться правительством Российской Федерации. Значит, основаниями недействительности паспорта, а также служебного дипломатических паспортов, согласно этому закону, станет изменение владельцев таких паспортов фамилии, имени, отчества, сведения о дате, месте, рождении, а также изменение пола наравне с истечением срока действия паспорта. Недействительным паспорт может быть признан загранпаспорт и дипломатический, и служебный в случае невозврата его безуважительной причины в течение пяти рабочих дней после завершения служебной командировки, указывается в законе. Прекращение гражданства владельца паспорта по новому закону, отмена решения о приобретении гражданства, а также установление по результатам проверки факта отсутствия гражданства станут также основаниями для признания паспорта недействительным. В этом ряду в случае установления государственным органам, который осуществляет выдачу паспорта, либо погран органам ФСБ факта, например, непригодности паспорта для дальнейшего использования, ну и кроме того, значит, также является поводом оформления паспорта на, например, утраченном или похищенном бланке. Ну и также непередача безуважительной причины в уполномоченные органы паспорта гражданина, который имеет доступ к гостайне, может повлечь признание паспорта недействительным. Плюс 7903-797-6333. Номер нашего ватсапа. Не забывайте присоединяться к видеотрансляции на канале Серебряного Дождя в YouTube. Там есть чат, где вы тоже можете высказывать мнение по всем обсуждаемым в эфире темам. Немного музыки, а после этого к новостям, которые связаны с отравлением суррогатным алкоголем. Довольно большом уже количестве регионов. Оставайтесь с нами. Меня зовут Дарья Гордеева. Скоро вернусь. Это вечер под серебряным дождем. Так, ну что касается помилования Софьи Сапеги, я пока не вижу никакой дополнительной информации, кроме самого факта, что Лукашенко Софью помиловал. Ее передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, которую возглавляет губернатор края. Напомню, что вообще-то изначально предполагалось, что Софью передадут в России для того, чтобы она отбывала наказание. Но, тем не менее, Лукашенко Сапегу помиловал. Вот что сказал Кожемяка, губернатор Приморского края. По нашему обращению вчера Александр Григорьевич подписал указ о помиловании. Думаю, что такой шаг имеет и для тебя значение. В мае прошлого года белорусский суд приговорил Софью к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными. Задержана она была в мае 21-го. Вместе с бывшим главным редактором телеграмма канала «Нехта», который освещал протесты в Белоруссии в 2020 году Романом Протасевичем, который также недавно был освобожден, по-моему, 16 мая, если я правильно помню, Лукашенко подписал указ о его помиловании. Вернемся и перейдем к другим новостям во второй половине часа. Друзья, это вечер под серебряным дождем. Ну и переходя к отравлению суррогатным алкоголем наших соотечественников и к последствиям. Ну, смотрите. Во-первых, сегодня днем Интерфакс опубликовал следующее сообщение от Минздрава о том, что общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в регионах России составляет 96 человек и 30 из них скончались. В числе пострадавших 5 несовершеннолетних, 1 беременная женщина. Как это могло прийти в голову, я не понимаю. В стационарном лечении в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Вудмуртии находятся 3 пациента в крайне тяжелом состоянии, 29 пациентов в тяжелом состоянии, 32 пациента средней степени тяжести. В Минздраве при этом заверили, что необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Это все последствия употребления вот этой вот бормотухи под названием «Мистер Сидр». Да не будут на меня обижаться производители человеческого сидра, которая, кстати говоря, которая бормотуха, как выяснили вчера некоторые телеграм-каналы, стоила что-то в районе 60 рублей. Ну что-то там плюс-минус. Росалкогольные регулирования и сотрудники МВД изъяли порядка 53 тысяч литров нелегального алкоголя в Нижнем Новгороде, в их числе как раз продукция марки «Мистер Сидр». Об этом сегодня днем писал ТАСС. Вот что рассказали агентству в пресс-службе. Выявлен, пресечен оборот алкогольной продукции под торговой маркой «Мистер Сидр», а также другой алкогольной продукции, различных наименований без маркировки, фиксации в ЕГАИС и сопроводительных документах. А вот ведомости, например, пишут о том, что со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, то было Росалкогольное регулирование, что специалисты территориальных органов Роспотреба изъяли из продажи 66 тысяч литров, 66 тысяч с половиной алкогольной продукции «Мистер Сидр». По состоянию на 18.00 7 июля специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66 с половиной тысяч литров опасного напитка «Мистер Сидр», произведенного на территории Самарской области. Уточняется, что больше всего алкоголя было изъято в Астраханской и Курганской областях, в Удмуртии. Помимо этого, алкоголь также находился в продаже во Владимирской, Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Крыму, Мордовии, Чувашекоме, Республике Мари-Эл и Пермском крае. Интерфакс при этом пишет, что владелец ООО «Анди», выпускающего тот самый «Мистер Сидр», намеревался скрыть улики во время обыска на предприятии в Самаре. Об этом Интерфаксу рассказали в прокуратуре Ульяновской области. В прокуратуре Ульяновской области добавили в судебном заседании. Обвиняемый говорил о непричастности к указанному преступлению и о намерении сотрудничать со следствием. Напомню, ранее СМИ писали, что владелец самарского предприятия, который выпускает этот самый «Мистер Сидр», Анар Гусейнов был задержан в Самаре, после чего его доставили в Ульяновск. Ему было накануне предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3-й 238-й статьи. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также, по данным Следственного комитета, уголовные дела по фактам отравлений граждан были возбуждены в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, в Удмуртии. А Бастрыкин, если вы помните, поручил главному следственному управлению объединить вот эти уголовные дела в одном производстве, создав следственную группу из числа следователей и криминалистов. Но дальше, конечно, информация, которая поражает. Депутат Госдумы Александр Кинштейн у себя в телеграм-канале накануне сообщил, что в 2021 году Самарский Минпромторг удостоил производителей мистера Сидора званием «Самарский продукт» и другим званием «Сделано в Самарской области». По словам Кинштейна, это звание использовалось для всей продукции, включая этот самый якобы Сидор. И Кинштейн в этом посту задается вопросом, осознает ли руководство Самарского Минпромторга свою ответственность за случившееся. А также, Кинштейн пишет, как вообще можно раздавать звание, популяризируя и продвигая товар без его проверки и сертификации. Но, правда, сегодня Минпромторг Самарской области не подтвердил наличие регионального знака качества у этого, с позволения сказать, напитка. Региональное министерство выступило с опровержением этой информации, и в пресс-релизе ведомства сказано следующее. ООО «Анди», которая занималась производством Сидора указанной марки, таких знаков не имела, за выдачей их не обращалась ни на Сидор, ни на какой-либо другой продукт. Знак «Самарский продукт» присваивается конкретному продукту, а не организации сроком на два года. Производитель Сидора ОО «Анди» не имеет права каким-либо образом использовать этот знак в целях продвижения продукта. Конец цитаты. В другой, как бы другой, но не очень другой историей мы с вами перейдем. Ленинский районный суд Тюмени приговорил фигуранта дела о гибели девяти человек от суррогатного алкоголя к семи годам колонии особого режима. В Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области уточнили, что 39-летний Малик Мамедов обвинялся в хранении и перевозке в целях сбыта продукции, повлекшей по неосторожности смерть более и двух лиц. Также он должен будет выплатить одному из потерпевших полмиллиона рублей компенсации морального вреда и, согласно данным следствиям, в январе прошлого года от употребления суррогатного алкоголя, содержащего метиловый спирт, погибли девять человек. Впоследствии силовики задержали заведующего торговой точкой «Рубин» Малико Мамедово, продавщицу Елену Мираевскую, а также Фарида Айвазова и Брагима Гаджаева. Следователи сообщили тогда, что с конца декабря они продавали суррогатный алкоголь с этикеткой «Родники Сибири» в торговых точках, которые расположены на Ставропольской и Рижских улицах. Что сегодня известия узнали о предложении возобновить проверки пива на фоне всего происходящего, я расскажу вам буквально через пару минут. Ну и друзья, на фоне массового отравления россиян, вот этим якобы сидором, общественная потребительская инициатива призвала возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидора и легких алкогольных напитков. Об этом сегодня сообщают известия, отмечая, что организация направила обращение в Генпрокуратуру, в правительство, Росалкоголь и регулирование, в Минпромторг. И вроде как с такой же инициативой выступили депутаты. Глава общественной потребительской инициативы в обращении написал, что поэтапность введения маркировки пива привела к неполному контролю за участниками оборота продукции и из-за чего остается простор для злоупотреблений. Согласно исследованию, которое провела общественная потребительская инициатива, не менее 71% компаний, производящих пиво и пивную продукцию в России, ведут деятельность с нарушениями, включая недостоверное декларирование объемов производства 48% и ненадлежащее качество продукции 31%. Тут я, друзья, с удовольствием передаю вам от Минздрава, что он напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Оставайтесь под серебряным дождем. Вечер под серебряным дождем. Вы знаете, я абсолютно разделяю возмущение нашего постоянного слушателя Александра, который пишет, Я не могу понять, как можно было варить то пойло, которым отравились люди, и никто из чиновников на это не обратил внимания. По видео видно, что бодяжили это пойло со всеми нарушениями. Как он получил разрешение на производство? Вопрос. Вместе с владельцем должен сидеть чиновник, подписавший разрешительные документы. Саша, ну нам с вами остается только ждать и наблюдать за тем, как развивается ситуация со всеми свежими новостями. Я буду знакомить вас уже завтра в 16.00. Меня зовут Дарья Гордеева. Оставайтесь под серебряным дождем.